Праздник Сретени Господня В этой встрече, как мы говорим, встречается весь Ветхий Завет, все праведники Ветхого Завета с Искупителем и Избавителем мира, с Господом. Но эта встреча – символ той встречи, которая должна произойти в жизни каждого человека. Каждый из нас должен встретиться со Христом, пока живет на этой земле, чтобы Господь действительно стал светом для Отчей, человека. Мы все погружены во тьму греха. Вся наша жизнь связана теми греховными ошибками, которые мы совершаем в своей жизни. И, прежде всего, мы не имеем действительно подлинного направления своей жизни к Богу. Казалось бы, даже верующие люди, христиане, они декларируют то, что они за Христом идут, что они христиане в этом мире. Но их жизнь часто направлена не к Богу, не к Свету Христову, а во тьму кромешную. Она направлена к удовлетворению страстей, к, прежде всего, непомерной нашей гордости, себялюбия нашему. Она преисполнена всяких оплату угодья. И наша воля, она удобно преклонна ко греху. И бывает очень сложно сориентироваться в своей жизни на Господа человеку. Хотя, казалось бы, ну как же по-другому и может быть? Ведь Господь действительно это свет очей. Это действительно правда и истина, и благо, и любовь. Но мы, к сожалению, часто об этом, говоря языком по жизни своей, уклоняемся сердцем от Господа. Сердце наше, оно служит греху. И вот требуется, конечно, прежде всего внутренняя честность. Требуется обличение своего собственного греха для того, чтобы увидеть вот этот свет в своей жизни. Если человек оправдывает себя, если человек обвиняет других, если ропщит на обстоятельства жизни, прежде всего на скорби, он никогда этот свет в своей жизни не узрит. В общем, важно, чтобы было покаяние. И тогда свет благодати Божией сможет озарить человеческое сердце. Потому что чистое сердце Бога узрит. И пути Божия в своей жизни, в жизни других людей видит тот, кто распинает плоть свою со свосьми и похотьми, кто противостоит греху в своей жизни, кто молитвой очищает свое сердце. Поэтому сегодняшний праздник, он говорит нам не только о том, что Господь это действительно свет для очей, это ориентир всей нашей жизни. Но о том, чтобы мы были самокритичны. Чтобы мы видели неправду в своей жизни. Чтобы мы не обманывали самих себя. Чтобы преодолевая жизненные какие-то тяготы и привязанности и пристрастия своего сердца, устремлялись к Богу. Вопреки греховным каким-то своим желаниям и греховным устремлениям. И вот сегодняшний праздник, он еще связан с тем, что мы освещаем свечи. Освещаем вот эти восковые свечи, которые являются атрибутом любого церковного богослужения. Когда совершаем богослужение, обязательно зажигаем лампаду или свечу. Ну, казалось бы, сейчас у нас есть уже электрические лампочки. И в советские годы, в 20-м веке были некие такие попытки вообще, может быть, отказаться от свечей, перейти в лампадках на электрические лампочки. Они, конечно, не могут заменить живого огня. Потому что, действительно, не электрический огонь все-таки является символом нашего настоящего горения, не сердец наших пред Богом, а все-таки свет лампады, свет свечи, живой огонь. Вот его, конечно, мы видим только в символическом, конечно, тоже смысле. Но, тем не менее, вот этот символ горения духа, который должен быть на алтаре человеческого сердца. Для того, чтобы узреть путь Господень, сердце должно быть согрето, согрето вот этим подвигом души, устремлением к Богу, напряжением, в котором мы, в общем-то, противостоим греху нашей жизни. И вот, когда душа человека, она действительно напоминает свечу, горящую при лице Божьем, когда душой человек устремлен к Богу, тогда действительно возжигается огонь божественный на сердце человека, огонь той благодати. Господь сказал в своей жизни, я пришел, чтобы огонь воврещи на землю, зажечь на земле, да, свести на землю, и как я хотел, чтобы он уже возгорелся, Господь сказал, во время своей земной жизни. И вот этот огонь, он, конечно, возжег, возжег в день Святой Пятидесятницы, как мы знаем, в виде огненных язык явился Дух Святой на главах апостолов. И вот этот огонь, он должен постоянно гореть, гореть на сердцах человеческих, которые веруют в Господа, которые идут за Христом. Поэтому сегодняшнее символическое такое освящение свечей, которое совершается в Несретине, оно напоминает о том, что у Господь есть просвещение, просвещение всякого человека себе этом благодати. Без этой благодати мы потерянные люди. И прежде всего христиане, они должны сами воспламеняться любовью к Господу, и этой любовью воспламенять окружающих людей. Это наше призвание. Если мы не горим духом, если мы как сырые дрова только коптим, и издаем какой-то действительно смрадный, такой вот сырой дым, то, конечно, как может Господь просветить окружающих людей? Как может Господь коснуться сердцем людей, которые далеки еще от Церкви? Прежде всего через нас происходит вот это просвещение благодатью душ человеческих. И поэтому с нас особый спрос, с христиан, мы должны пламенеть, мы должны гореть любовью ко Господу. И сегодняшний праздник, он знаменуется освящением свечей. Вот, как сказано в молитве Семена Богоприимца, «Свет в откровении языков и слава людей твоих в Израиле». Субтитры сделал DimaTorzok